И радио как основная задача, да? Мы все понимаем, какие сложности вообще есть у медиа в этой стране. Для примера, канал 112 потребляет ежемесячно миллион долларов своих акционеров, потому что они, естественно, все большие телегруппы у нас донационные или убыточные. При этом у них есть нормальные поступления от рекламы. Местные телеканалы, местные радиостанции не меряются вообще, потому что у них нет денег даже для того, чтобы зайти, например, в панель измерительную. Это дорого, да? Мы видим разные совершенно ситуации на медийных рынках. И вот, чтобы недолго-недолго вот это все занимать, в конце прошлого года мы познакомились, я очень люблю эти результаты исследований, голландцы провели некую такую футурологию, они взяли за... Ну, в смысле, что бралось во внимание? Развитие интернета, проникновение интернета на разных рынках, развитие медиа, развитие гражданской журналистики. Они выстроили сценарий, 4 сценария основных, про то, какими будут медиа через 10 лет. Презентовалось в конце прошлого года, медиа 2025. Что сказано там было из интересного, как мне кажется? Интересный вывод, что, по их мнению, национальные теле- и радиокомпании, вот эти общенациональные, либо умрут, либо уйдут исключительно в развлекательный контент. То есть будут дорогие шоу на национальных телеканалах и радио, но это будут шоу-развлекуха. Люди будут потреблять информацию прежде всего локальную, потому что мне правда важнее, как ходит, я не знаю, 18 маршрутка, чем то, чем занят сын Порошенко. Сейчас условно, да? Люди будут потреблять информацию из местных источников, а местные источники информации и, собственно, местные медиа выживут только те, кто станет комьюнити-медиа. Это немного больше, чем информация, здесь больше функций, чем только информирование своих громад, своих сообществ, комьюнити, да? Это некие структуры, которые живут жизнью своего сообщества, которые являются частью этого сообщества, которые являются, я не знаю, инструментом решения проблем сообщества. Когда не надо ждать, чтобы там, я не знаю, из Киева пришла разнорядка, чтобы тут засыпали лужу. Но не в этом же проблема. Даже история с молодыми аудиториями сейчас, живущими прежде всего в регионах, хотя, повторюсь, мы не концентрируемся исключительно на региональных вещателях, на региональных СМИ, мы как раз хотели сконцентрироваться на вот этой кросс-медийности, кросс, я не знаю, смежных знаний и на том, чем мы можем помочь людям, которые живут в нашей стране, в конце концов. Последнее, вот уже все, про сверхзадачу я два слова сказал. Теперь самая локальная задача, гигиена. Вы уже нашли, где находятся туалеты. Мы здесь находимся до завтрашнего вечера, все в порядке. Ночью, в принципе, для большей, что называется, безопасности, дверь будет закрыта, но там, выходы на перекур или еще что-нибудь, это, пожалуйста, ну там, собрались, открыли дверь, да, просто. Она не будет нараспашку. Это одно из правил Дата Хаба. В Дата Хабе, которому, кстати, огромное спасибо. Для нас это первый опыт, кстати, и для НАМА, для Незалежной Ассоциации Модных Гипс, и для Дата Хаба проводить хакатону, причем еще и на такую нехарактерную, скажем так, тему. Так что мы вместе набиваем шишки. Среди прочего, вместе получаем бесценный опыт, и, надеюсь, вместе будем его нести и дальше. В Дата Хабе не рекомендован алкоголь. Они просили об этом специально сказать. Окей, я это произнес. И останется, собственно, мне назвать наших менторов и жюри. Ну, все, это последний, я уже заканчиваю. Итак. Да, все хорошо. Короче, вы их потом найдете. Их функция вам понятна. Это люди, которые специализируются и действительно съели многих собак в своих сегментах рынка. И, ну, люди бесценный опыт, которых мы можем здесь заюзать, что само по себе очень круто. Итак, Евгений Кудрявченко, Винтаж, Веб Продакшн. Кто знает этих великих людей? Так вот, собственно, один из них. Значит, Богдан Гилет, iOS, девелопер, есть у нас. Есть, короче, да. Все, вот найдетесь в этом самом, в рабочем режиме. Костя Кузнецов, рекламастер. Понимаем, денежки нужны. Татьяна Харба. Тричь у нас есть. Да, 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 да. Агама Кабуни Кейшнс. Любовь Мором, кстати. Интересная история. Директор Черноморской телерадиокомпании, это была очень... Федеральная. Федеральная. Извиня. Да, история такая. Черноморку я знаю примерно с 2001 года. Это была хорошая, локальная, ну, там, хорошо, региональная, симферопольская, крымская телекомпания, которая после аннексии стала компанией-переселенцем. Да? Ну, вот. При этом это люди, которые, там, выгнанные, изгнанные с родной территории, умудрились не умереть, умудрились как-то, втрепенуться и начать жить дальше, и начать делать хороший продукт, по сути. Вот прямое применение ваших сил. И, собственно, Люба как раз посмотрит на применимость того, что мы будем разрабатывать для таких, как она. А, Иван Федоров, адмиксер. Один, да. О, да, конечно, есть. Двитрий Лиховой плюс Ванн. Где-то был. Есть, конечно, все. Максим Филипенко из Водофона. Прямо вот. Есть все, есть. Супер. И, так, Финберга сейчас нет. Финберг у нас будет просто как член жюри, но тоже человек. Арсений Финберг, Интересный Киев, Фроловская 911, его проекты. То есть много интересного, и он сам в эту сторону много-много мыслей. Но он у нас... Короче, он у нас в жюри. Все. И, значит, the last back not the list, тоже член нашего жюри, Екатерина Веснякова, директор ГНАМА, Незалежной Ассоциации Моглики. Вот это у них в голове когда-то зародилось, что можно объединить умных с красивыми и получить некий офигенный продукт на выходе. Вот Катя. Вот в вашем особо некрасиво, я не рекомендую. Спасибо большое, что пришли. Меня зовут Катерина Веснякова. Мы придумали, чем нам это нужно. Вначале мы придумали, что нам нужно, а потом придумали сэкатон. На самом деле, у нас действительно больше статей на радиокомпании, членов ассоциаций, очень многие из них региональные, хотя и общенациональные радиосети, члены ассоциаций. И вот тот тренд, который мы наблюдаем за последние два, три, пять лет, это то, что уникновение растет. Конечно, нас в этом году сильно обрадовал онлайн, что вроде бы в этом году уже не растет. Но разные данные говорят о разном. Но при этом мы видим, что информация как продукт, она не самый ходовой в интернете. То есть 15% по данным местам, действительно аудитории считают, что интернет это источник информации. И это в целом по Украине. С локальной информацией совсем сложная ситуация, потому что с одной стороны активные юзеры интернета, это активные участники своих громад, то есть они активно живут жизнями своих городов, но при этом они абсолютно не являются аудиторией локальных медик. Они, как наши бабушки и мамы, им неинтересно слушать про все сразу. И каким образом нам сейчас соединить вот эту оффлайн-реальность, которая существует в большом количестве, где у больших количеств обещателей, и онлайн-реальность. делать так, чтобы то, что они умеют, а у них есть контакт с местным контентом, то есть я имею в виду компаний, они умеют делать видео, они давно работают с оффлайн-информацией, но они мало что понимают про онлайн-аудиторию. Вот каким образом соединить эти две реальности, это одна из задач. Вторая, да, это вопрос платформенности, то, что для наших всех членов интересно. Все, знаете, конвергенция, как говорят, как секс у тинейджеров, все этого хотят, но никто не знает, что с этим делать. Это приблизительно про конвергенцию сейчас в украинских медиа. И мы решили, что мы хотим попробовать создать какие-то новые решения для наших рынков. Я очень много интересовалась тем, что делают, например, американские рынки не очень далеко. Это какие-то безумные аппы с подкастами, которые сейчас создал CNN, и они фактически являются одним из самых популярных медийных аппов в штатах. Вот, может быть, что-то более украинское, более локализованное. Вот, мы хотели бы создать с вашей помощью и реализовать. Самое главное — реализовать. Мы выберем до трех идей, которые, по мнению мне, наиболее реализуемы, наиболее соответствуют цели, наиболее интересны. С командами, которые будут подписаны контракты на полную реализацию проекта. И мы совместно будем внедрять это в ту аудиторию, которая является нашей целевой. Это телерадиокомпании. И мы будем вместе с ними делать из этой идеи реальный проект. То есть, в общем-то, это главное, ради чего мы это все затевали — создать реальные проекты, которые будут использоваться. как сказал Паша, это первые проекты. Мне нужно знать, где скажешь. Это первый проект. Возможно, мы планируем и думаем еще о нескольких хакатонах в ближайший год. Очень важно расследовать, скажем, аналитика сейчас. Это модная тема. Будем информировать нас об этом. Я желаю вам... Ну, конечно, инопланетяне для меня. Я вот как Паша об этом поговорю. Я желаю вам, чтобы к вам пришло вдохновение. И чтобы завтра, в 3 часа дня, мы на самом деле не знали, какие же три выбрать. Какие же идеи достойны, потому что они все гениальны. Я верю в вас, я благодарна вам за все, что вы с нами сейчас. Удачи вам в ближайшие 32-60. Ну, мы считаем, что уже 31. 31. Спасибо большое. Да. Это Катя, Аналинька. Всего 166 см рост. 166 см чистого роста. Смотрите. Регистрировались сюда все по-разному. Кто-то регистрился, а, уже с командой и готовой идеи. Кто-то регистрился как возможный участник для того, чтобы посмотреть, какие идеи будут здесь присоединиться к кому-то в команду. Кто-то регистрился с идеей, с расчетом на то, что здесь, как и на любом живом Хакатоне, можно будет собраться как раз в команду, поработать вместе, испытать этот Катя, сделать великий продукт, который действительно, как сказала Катя, мы потом вместе будем добиливать, внедрять, поддерживать, что само по себе интересно. Давайте начнем как раз с тех, кто, вот, вот, идеологов, да, кто регистрился с идеями, быстренько их презентуем, наберем команды и полетим. Кто хочет первым? Я смотрю, тишина у нас красивая история. Да, пожалуйста. Меня зовут Павел, я регистрировался именно как идеолог. Вот, и идея, в общем-то, моя уже реализована в полной мере, но пока я о ней не хочу говорить. Волшебно! Но, почему так? Потому что были Хакатоны, на которых я участвовал и рассказывал, и менторы уважаемые, при всем желании участвовать в каких-то глобальных, великих открытиях, показались зашоренными с точки зрения того, что нет, это тренд, мы его не можем нарушить, нет, это гугл, священная корова, мы к ней не подходим, это фейсбук, который полтора миллиарда объединяет, мы на него не замахиваемся. И поэтому вот эти вот ограничения, обрезки, они выстроили в то, что да, но это не то, что нам надо. И в итоге, допустим, вот Хакатон был, где вот уважаемый ментор в коротких рукавах полосатой футболочки, как раз мне очень, скажем так, доходчиво, спасибо без матерных слов, объяснил, почему это не сработает, потому что статистика такая, это такое, тренды такие, поэтому фиг вам ничего не получится. Вот. Но при этом, Хакатон был куда круче этого, раз в 10, а то и в 20 там людей было, призы шикарные, но в итоге победило, скажем так, три проекта, которые говорили, первые о том, что там детский театр, как бы там это, с трех компьютеров, картинка двигалась разными, да, второе, было про, что-то, про порно, которое вряд ли, в религии не применишь, в нормальном только для порно, там можно было, каждой девочке, разместить фотографию, показать свои параметры, и собирать деньги, как краудфайтинг, для снятия порно-роликов. Ну, такая идея, интересно. Ну, и третья флешка, сон чего. Хотя собирались, тоже для телевидения, то есть предметность была понятна, но результаты оказались, там, таковы, что я их не вижу. Теперь в телевидении, а где это применяется? Ни одной ни передачи, ни ничего такого. То есть, мое пожелание такое, что не надо, будучи инновационными, а сюда пришли именно за инновацией, ограничивать себя рамками. Рамки то, что тренд не такой, покупательная способность не такая, мода на это еще не прошла, а на это уже вышла, но мы создаем чего-то великое, но при этом во всех вот в таком квадратике двигайтесь, куда хотите, только не нахажите за этот квадрат. Поэтому пожелание как менторам, как и участникам, вы снимите с себя эти ограничения, и тогда действительно можно создать чего-то такое, что можно только сказать, что да, мы в этом ничего не понимаем на данный момент, но это действительно что-то великое, потому что мы знаем, что в этом вопросе на данный момент сейчас нет нормального решения, а есть хаос. Хаос, как вот в этой куче информации, которая, как он так, валится на человека во все там куча глаза и куча дела, и он уже не может ее переваривать, и она вся разносторонняя, и с утра эта голова, вечером это уже ведро, которое не помнит ничего. Мы сейчас теряем аудиторию. Если у вас есть идея, давайте ее. Идея как раз в том и состоит, что все-таки, во-первых, наверное, пришел тот момент, когда стоит понять, что у каждого периода жизни, скажем так, цивилизации были свои периоды, да, то, значит, изобрели этот самый порох, и пошло вооружение другое, то изобрели паровой двигатель, и пошло там, потом нефть нашли, и так далее, да, так вот, в информационной двери, давайте мы в Украине, скажем так, отметим, что первый этап, именно, накопление источников информации, и их всеобщая генерация, можно сказать, что подведем черту, если мы следующее, да, в дальнейшие действия уделим внимание тому, что информацию нужно структурировать, и относительно интересов человека ее давать, причем по желанию этого человека, а не по отслеживанию его предпочтений, и запихиванию, хочешь, не хочешь, если ты там кликнул, там, искал когда-то горные лыжи, то тебе эти горные лыжи будут и в Юне предлагать, и в июле, и не тогда, когда надо, тебе в октябре, да, то есть ты сам